Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие серьезнейший документ, стратегию военной безопасности страны. На него стоит обратить внимание хотя бы в силу того, что Россия прямо обозначена на страницах стратегии в качестве военного противника незалежной, причем не потенциального, а вполне реального. Собственно говоря, все это творение лучших стратегических гениев Украины посвящено одному вопросу. Как именно следует осуществлять геополитическое противостояние нашей стране. И даже тому, как одержать над ней победу. И хочется, и колется. Главный, да по сути, единственный враг, конечно же, России. Вполне ожидаемо и совершенно закономерно, учитывая ту волну русофобии, которую нынче неустанно продуцирует официальный Киев. Оказывается, это именно наша страна тормозит социально-экономическое развитие бедной и несчастной незалежной, ставя перед собой задачу сперва ослабить ее гибридными способами до предела, а затем, когда противника можно будет взять голыми руками, уже и военными средствами осуществить изменения ее территориального устройства. То есть, в переводе на человеческий язык, захватить как можно больше драгоценных украинских земель. При этом, конечно же, составители стратегии и не подумали обратить внимание на изначально заложенное ими в собственное детище, вопиющий абсурд. Несколько ниже всех этих обвинений они прямо признают, российский военный потенциал абсолютно не сопоставим с украинским. И если Киев хотя бы попытается сравняться с Москвой в области оборонных возможностей, это буквально уничтожит хилую экономику незалежной. Не стоит даже и пробовать. Отчего же в таком случае коварный агрессор до сей поры не осуществил собственные территориальные притязания, а все еще тянет волынку с каким-то там гибридным ослаблением. Ответа на этот каверзный вопрос в стратегии, понятное дело, не имеется. Ну, не будут же ее авторы признаваться в том, что все захватнические планы Кремля существуют исключительно в их воспаленном воображении. Зато на эти самые вражеские происки очень удобно свалить все, от катастрофического падения экономики и уровня жизни людей, до провала в борьбе с пандемией коронавируса. Не верите. Украинский министр здравоохранения Максим Степанов совсем недавно так прямо и заявил, в стране развернута антивакцинальная кампания в интересах России, за которой стоят силы, которые хотят любой ценой добиться, чтобы Украина использовала не вакцины ведущих компаний мира, а препараты страны-агрессора. Такая вот гибридная атака. Впрочем, повоевать с нашей страной всерьез в незалежной совсем не прочь. Но только, как написано в стратегии, при мощной военной, политической и экономической поддержке мирового сообщества. Что интересно, по мнению украинских стратегов, полномасштабные боевые действия между нашими странами могут начаться даже не в случае посягательства на территориальную целостность незалежной, а к примеру, в процессе вооруженного конфликта в ее пределах, если в Киеве решат, что он спровоцирован и поддержан извне. Или в случае, если там усмотрят в каких-то действиях нашей страны угрозу военной безопасности Украины. То есть, по сути, в рамках любой провокации. Также данная формулировка предоставляет возможность для украинской стороны начать боевые действия на Донбассе буквально в любую минуту, не дожидаясь конкретного повода. Завершиться же должна Украина-российская война, по убеждению авторов стратегии, на самых выгодных для Киева условиях, опять-таки, благодаря подставленному ее западными партнерами. В первую очередь из этого можно сделать весьма неутешительный вывод. На Украине на полном серьезе рассматривают для себя в качестве выигрышного варианта провоцирования нашей страны на вооруженное противостояние, свято веря в то, что впоследствии Запад сумеет принудить к миру Москву, а все плоды этой сомнительной победы достанутся незалежной. Вообще говоря, тезис о непременном и безальтернативном вступлении Украины в ряды Североатлантического альянса повторяется, словно некая мантра, в тексте стратегии раз 20. При этом такие мелочи, как, к примеру, заявление генсека альянса Йонса Столтенберга о том, что он даже в самом отдаленном приближении не может назвать сроки, когда Украина и Грузия смогут встать в ряды Североатлантистов, сделанные им публично не далее, как в прошлый четверг, в расчет, конечно же, не принимаются. Вместо ракет – вся охватывающая оборона. Надо отметить, что хотя бы уровень подготовки и оснащенности собственных вооруженных сил украинские стратеги оценивают более-менее реалистично. Как уже было сказано выше, встать вровень с российской армией они не мечтают. Нет, красивые словеса о необходимости модернизации ВСУ, их перевооружении и тому подобном, встречаются в их произведении сплошь и рядом. Однако говоря, к примеру, о приоритетности развития ракетных войск, авторы стратегии честно признают, денег ни на что подобное в насквозь дырявом бюджете на залежный нет. И вряд ли они там появятся в сколько-нибудь отдаленном будущем. Думаете, честно признается тот факт, что львиная доля ассигнований на оборону, равно как и зарубежной помощи, выделяемой Украине на те же цели, разворовывается самым бессовестным образом. Ничего подобного. Оказывается, денег на вооружение и технику для армии на залежный нет и не будет в силу того, что огромные средства отвлекает на себя российская оккупация Донбасса и Крыма. Каким конкретно образом? Тайна, покрытая мраком, но финансов на перевооружение в украинской казне искать не стоит. Посему грозные Нептуны, Ольхи и все прочее украинское сверхоружие наверняка так и останутся в чертежах и макетах. В лучшем случае будут существовать в виде одного-двух опытно-демонстрационных образцов к боевому применению категорически непригодных. Главное оборонное богатство Украины, это, как сказано в разбираемом нами документе, ее люди. Да, да, именно так и никак иначе. Складывается впечатление, что в случае реальной войны, надежно окопавшейся в Минобороны, Генштабе и прочих не менее теплых и безопасных местах, военные деятели как в погонах, так и без таковых, намерены гнать на убой как можно больше украинцев, вооруженных и экипированных, чем НАТО пошлет. В данном случае, кажется, рассматриваемая нами стратегия и впрямь сводится к пресловутому забросать врага трупами. Еще больше такое ощущение усиливается от частого упоминания в документе формулировок вроде «Всеохватывающая оборона», «Всенародная оборона», «Мощная территориальная оборона» и так далее. Чертовски, знаете ли, напоминает воззвание доктора Геббельса в номерах Фюлькиша Беобахтер от 1945 года насчет тотальной войны и защиты Рейха до последнего немца. При этом тот, кто попытается вникнуть в сентенции стратегии, касающиеся как раз вопросов подготовки личного состава вооруженных сил, рискует заработать нешуточный когнитивный диссонанс. В одном месте там говорится о грядущем переходе к профессиональной армии по стандартам НАТО, что само собой подразумевает отказ от всеобщей воинской обязанности и призыва на срочную службу. В другом же, с большим чувством расписывается необходимость вообще поголовной милитаризации населения страны, которое должно проходить службу в военном резерве в обязательном порядке. Чем это отличается от нынешней модели, не объясняется ни полусловом. Зато десятки раз в документе муссируется тезис насчет мощной территориальной обороны и движение сопротивления, а которое поломает зубы агрессор. Сопротивление должно быть. С филологической точки зрения, мощный является несомненным словом-паразитом для всех, кто принимал участие в написании стратегии. При этом для руководства всей этой территориально-самодеятельно-тотальной махновщиной планируется выделить некий единый орган, в роли которого Зеленскому видится не как не Минобороны или Генштаб, а возглавляемая лично им с НБО, очень занимательна. Очевидно, сказываются последствия психологической травмы, полученной комиком в результате визита радикалов к его офису. Теперь ему очень хочется встать во главе чего-нибудь военного, чтобы было не так страшно. Что имеем в сухом остатке? В общем, ничего особенного вдохновляющего. Главный вывод, который можно сделать из стратегии, просто как стреляная гильза. В настоящий момент военная доктрина Киева представляет собой хитрый план по вступлению в военный конфликт с Россией, в процессе которого будет сделано все, чтобы подставить нашу страну, явив мировому сообществу многочисленные и яркие доказательства ее агрессии, которую, конечно же, вынуждены, не щадя себя отражать в едином строю все жители Украины, от мала до велика. Эдакая партия игры в подавки, при которой территориальной обороне и движению сопротивления отводится роль несомненного пушечного мяса, будущих жертв безжалостной российской военной машины, а называя вещи своими именами, статистов для той картинки, которую будут создавать для обывателей во всех уголках планеты профессионала СНН и прочих западных СМИ. Уж они-то, можно не сомневаться, получат самые исчерпывающие инструкции по правильному освещению происходящего. Ну а дальше, как мыслит в Киеве, к делу подключится Североатлантический альянс и, в первую очередь, Соединенные Штаты. Они своей огромной военной мощью заставят Москву капитулировать, отдав украинским страдальцам и Донбасс, и Крым, и что-нибудь еще из собственных территорий в придачу. Ну или сколько-нибудь миллиардов контрибуций и компенсаций за агрессию и оккупацию, деньгами так даже лучше. Их разворовывать сподручнее. Этот хитроумный план просчитывается элементарно, поскольку вся его суть видна, что называется, заверсту. При этом самую большую опасность представляет тот момент, что ключевую роль в его реализации планируется отвести Совету национальной безопасности и обороны Украины, все больше проявляющего себя, как сборище самых отъявленных ястребов, к тому же, абсолютно безответственных. Лучшее тому подтверждение, недавнее заявление главы этого органа, Алексея Данилова, о недопустимости любого диалога с Россией. По мнению этого деятеля, заигрывание с нашей страной непременно обойдется для Украины утратой национального суверенитета. Закономерный вопрос, если с нами не собираются разговаривать, то намерены, что воевать. Именно так и получается, судя по принимаемым стратегиям безопасности, более всего смахивающим на план национального самоубийства.